В спортшколе Олимпийского резерва номер два прошел необычный баскетбольный турнир. Необычен он из-за состава участников. Соревновались дети-инвалиды. Подробности далее. Мы в школе занимаемся, у нас тружок есть, но нас пригласили на этот праздник, поэтому решили прийти. Семиклассник Алеша Дебров глухонемой, общается жестами. Алеша – один из почти сотни ребят с ограниченными возможностями, которые участвовали в первом фестивале по стритболу и баскетбольным играм. Подвижным детям легче, они сами бросают мяч, а вот колясочникам тяжело. С ними занимается доброволец-инструктор, объясняет, помогает не просто взять мяч, а все-таки попробовать бросить его. У кого-то получается, у кого-то нет, но здесь не это главное, говорит Асия Рязанова. Главное – дать возможность этим детям почувствовать себя наравне со здоровыми сверстниками. Дети, которые в других школах учатся, в их новинках, их обижают. Хотелось бы, чтобы они нашли взаимопонимание и терпение друг к другу, потому что без терпения, без понимания трудно будет выжить. У этого баскетбола нет возраста и нет национальности. Баскетбол для инвалидов – пилотный проект, его реализует Российский фонд мира. Проект достаточно дорогой и страчено больше трех миллионов рублей. Купили, например, шесть вот таких мобильных баскетбольных стоек, которые наклоняются, чтобы инвалид мог попытаться попасть в кольцо. В фестивале участвовали воспитанники четырех коррекционных школ Ярославля. В дальнейшем он будет проводиться во всех районах области. Договоренность об этом уже есть. Все игроки когда-нибудь выигрывают, а когда нет. Сначала умей проиграть, а потом уже и выигрывай. Фестиваль баскетбола называется «В мир распахнутые двери». И, пожалуй, для этих ребят это название самое точное.